На Алтае массово гибнут пчелы. В региональном Минсельхозе сообщили, что речь идет о нескольких сотнях пчелосемей и 81 пасеки в семи районах. Но по данным Краевого союза пчеловодов все намного печальнее. Пострадало несколько десятков муниципалитетов. Скорее всего пчелы отравились с ядохимикатами, которыми фермеры обработали поля от вредителей. Ну, кстати, с мором столкнулись еще в 30 регионах России. Ситуацию уже окрестили экотерроризмом. В чем причины и как это повлияет на урожай, качество меда и в целом на урожай сельхозпродукции? Говорим сегодня с председателем союза пчеловодов Алтайского края Сергеем Тастаном. Сергей Дмитриевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, какова картина? Разные совершенно цифры переводите. Вы, Минсельхоз, края, какова картина на самом деле в крае региона? Минсельхоз может приводить информацию, давать статистику на основании официально поданных заявлений. У нас же другая статистика, потому что мы работаем со всеми пчеловодами от одной пчелосемьи до тысяч и знаем полную картину. Она очень ужасающая. Она на всей территории края, где растеневоды применили вот эти ядохимикаты первого класса. В каких районах? Сколько их? Во всем крае? Практически всех, кроме таежных, где есть рапс, где есть масличная культура. И везде погибли пчелы? Да, погибли, потому что еще проблема, почему не знают нашим, скажем, Минсельхоз и другие структуры, потому что, к сожалению, пчеловоды в большинстве частники, даже есть большинство, кто не имеет ветеринарных паспортов, не зарегистрировано до юра. Даже в похозяйственной книге их нет. А уж не говоря, есть такие случаи, что не знаю, с какой целью уменьшили количество пчелосемей ветеринарных паспортов. А чем обработали? Есть ли какие-то уже результаты лабораторных исследований? Что это за препараты? Ну, мы принципиально знаем, что это, конечно, группа некой тиноидов. Препараты, название, товарный знак их большинство. Ими обрабатывали ранее. А почему не было такого эффекта ранее? То есть ранее завозили 2-го, 3-го класса, те, которые щадящий режим был в первом измерении, обработки и щадящий режим вреда, скажем, в частности, пчелам. Но это не только пчелы, это все биосистемы, земли и дальнейшем. То есть все живые организмы погибли там, даже которых мы не знаем. Конечно, это сейчас все погибло. Эти препараты, группа некой тиноидов, разлагается, это доказано на международном уровне, до 10 лет процесс разложения. Это все оказывается в той сельхозпродукции, которая там выращивается при обработке последующим. А какие последствия на организм человека это может к каким привести? Даже вот в Канаде, допустим, в других странах мира, мы говорить будем о тех странах, где разрабатывались вот эти яды, химикаты, где применялись десятилетиями. Там болезни все, альгенцера, паркинсона, аутизм у детей. И есть предположение, ну, наука, опять же, международная, что, в принципе, там, к 30-му году все дети будут болеть аутизмом. Вот из-за этих препаратов. Это очень серьезно. Онкология из-за этих же препаратов. То есть почва хранит память этих препаратов в течение 10 лет, и продукты, которые на ней будут расти, они, возможно, могут привести к таким последствиям. Конечно, они потом окисляются, получаются метаболиды, окислы этих препаратов, они еще страшнее. Так получается, на этой земле нельзя ничего это пересеять? Да, теперь нужно срочно принимать меры, как раз вносить туда биопрепараты, там, на основе торфа, гуминовых кислот, которые будут ускорение разложения теперь этих продуктов. Ну, насколько это будет эффективно? А кто должен принять решение, вот такое, как вы сейчас говорите? Решение будет принимать рынок. И рынок самый жесткий, скажем так, надзорный орган. Когда сейчас будет обращено внимание именно на проверку вот этой группы некотиноидов, которые вредят, прежде всего, человеку, да, группу безопасности, уж не говорим мы о качестве продукта, то тогда эти продукты никому не нужны, их надо утилизировать. Или они будут очень по дешевым ценам, нерентабельные для... Или их вообще никто никогда не купит. Сергей Дмитриевич, а как вообще такой препарат мог попасть на рынок России? Ведь это 30 регионов, это практически действительно экотерроризм. У нас в России на федеральном уровне, у Россельхознадзора, прежде всего, убрали эту функцию. Теперь никто не может проверять. Никто не следит? Да, следят только за готовой продукцией, остатком, скажем, нахождения, там, вот этих следов всей группы, там, антибиотиков. Не важно что, только мы должны проверять в готовой продукции, на полке, по сути говоря. А это нужно проверять, легче сделать запретно, как многие страны. Последняя Австрия запретила категорически у себя применение. Запретить их хождение, ввоз этих препаратов, этой группы первого класса. Ну, вообще, даже до абсурда, мы приняли закон об органическом сельском хозяйстве. Россия приняла, да? Органическое сельское хозяйство – это биопрепараты, которые разлагаются быстро. Ну, это не только, это правильный севооборот, это производство, это же и группы животноводства. Ну, это правильный подход, получение органических натуральных продуктов. Вот яркий пример соседей нашей Томской области. Там есть организация, которая уже более пяти лет вообще ничего не применяет такого. зарегистрирована в странах ЕС, получила право и контролирует ее ежегодно, она именно право реализовывать потом продукцию с маркой «Органик». Так вот, цена такой продукции в два раза дороже, чем в Алтайском крае тот же пшеницы. И очередь стоит за покупкой. Так зачем мы, Алтайский край, заранее опять производим химические продукты? Заранее способствуем или не запрещаем это, не принимаем закон об органическом производстве в Алтайском крае? Вот наша конкурентная способность как раз именно в производстве органической натуральной продукции. И это не так сложно на самом деле это сделать. Возвращаясь к урожаю, естественно, такая ситуация не могла сказаться на урожае меда. Как это скажется? И на качестве понятно, что скажется, да? Насколько известно мне, сейчас пчеловоды вынуждены избавляться от всего даже того урожая, который уже сейчас есть. Правильно я понимаю? Почему? Неужели никак нельзя? Да, мы рекомендуем, во-первых, самим пчеловодам, как говорится, знаменитая поговорка, ложка дегся от бочки меда, да? Мы рекомендуем категорически утилизировать сам мед, именно утилизировать. Более того, надо утилизировать ту сушь, которую воском в себя взял, впитал теперь эти все препараты. И по новой нужно полностью практически возрождать пасеку. Надо даже обработать, сделать дезинфекцию самих улей, то есть пустой улей, отмыть, промыть его с паром, то есть полностью. И потом по новой выстраивать, уже развивать пчеловодство. Да, в этом году меда, конечно, будет меньше. Меньше. Меньше меда вообще, меда качественного? Ну, дикоросы, там, где пасеки, тайга, горы, там, где не обрабатывали, там, где не растут эти культуры, там, конечно, этот мед мы получим, да, он будет нормальный. И пчеловоды уже понимают, что это нужно делать, потому что сейчас Меркурий у нас, да, и те, кто легальные, пойдут на ярмарки торговать этот медом, он должен пройти протокол испытаний получить. И Россельхознадзор, и управление ветеринарией, лаборатория, они будут проверять на наличие антибиотиков, группы безопасности, на наличие вот этих, называемых, ядохимикатов. И тогда, или запрет на реализацию с утилизацией сразу того меда, поэтому мы рекомендуем пчеловодам категорически отделить сейчас технология простая, те корпуса, которые были собраны в этот период, надо просто убрать и утилизировать. А уже поставив новые корпуса, если есть в запасе суш, которые без вот этих гербицидов и ядохимикатов. Можно ли предварительно оценить ущерб? Катастрофический ущерб, 50% мы потеряли, как минимум, и пчелы, и развить мы не успеем до конца сезона, это вот проблема большая. Ну, больше всего проблемы, это, конечно, и с землей, мы считаем, ну, мед мы едим, ну, дай бог бы мы ели ложку в день, но мы едим реже, да, потребление. А мы чаще всего едим продукты растеневоста, животновоста, куда могут попасть, теперь уже и стоят продукции, да, сельхозпродукции, поэтому для нас это катастрофа. А вот потребителю как оценить то, что лежит на полке теперь? Ничего не покупать? Покупать или не покупать алтайское? Вот вы бы как посоветовали? Ну, я могу посоветовать больше всего по меду, да, скажем так, это первое, рапсовый мед не покупать, потому что он однозначно, подсолнечниками не покупать. А брать меда, те, которые, ну, принципиально, не, те, та продукция, которая там выращивается, ну, гречиха, допустим, она не обрабатывается чаще всего, больше всего. То есть брать те меда, которые принципиально не обработаны культурой, да. Гречиха, дикоросы, как вы сказали, да, дикоросы, конечно. Таежный мед. Ну, много культур еще есть, но это одно. Что касается другой номенклатуры продукции, скажем, пищевой продукции, то у нас есть уже техрегламенты, в том числе и мед включен туда, где группа безопасности. Ну, это должны работать, не потребитель должен быть на полке это все контролировать, это должны контролировать в этой части Роспотребнадзор, у них есть эти функции, Россельхознадзор, там, где он имеет право. Вот, хорошо теперь работает Меркурий, да, программа, там вот прослеживаемость продукции, вот говорят, от поля до прилавка. И вот на этом этапе можно отсечь, скажем, там, где это возможно было быть. Сергей Дмитриевич, ведь вы предвидели каким-то образом такую ситуацию, и вы даже обращались к президенту на прямую линию с вопросом, что так может случиться. Как в других странах, и СНГ в том числе, вот Украина, уже на себе коллеги наши пчеловоды, мы общаемся, они уже это испытали на себе, и мы уже понимали, что это скоро и к нам придет. Вот, поэтому мы обратились, сейчас на федеральном уровне практически все структуры, начиная с Госдума, Минсельхоз и Совет Федерации, Россельхознадзор в составе Минсельхоза России. Мы отрабатываем эти варианты, вот, собираем факты, ну, это катастрофа для всей России, всей сельхозпродукции. Поэтому будем работать и, кажется, добиваться все-таки, вот, чтобы... Какие силовые ведомства, какие структуры сейчас занимаются этим вопросом, и какая ответственность за грозили? Ну, во-первых, силовые, это, понятно, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, мы готовим сейчас уже обращения с комитетом по природопользованию, аграрным комитетом, Государственные думы, Генпрокуратуру, Генпрокуратуру, начайку, да, готовим обращения с фактами, вот, сейчас соберем статистику Гордееву, который курирует этот блок в правительстве, потому что, ну, это надо серьезно принимать серьезные решения, вот, мы говорим о продолжительности жизни, да, россиян, пенсионная реформа, о какой продолжительности с такими вот химическими, скажем, впоследствии продукции, которые наносят урон здоровью, прежде всего. Спасибо вам огромное за время, увы, тема не самая радужная, о которой мы сегодня говорили. Будем надеяться, что исход будет, насколько возможен, позитивным. О том, почему массово гибнут пчелы и что происходит с сельским хозяйством Алтайского края, мы сегодня говорили с председателем Союза пчеловодов региона Сергеем Тастаном. До встречи.